Благодаря ежегодной диспансеризации в прошлом году врачи Винновской районной клинической больницы диагностировали 120 случаев заболевания раком. На первом месте это рак кожи. С чем это связано? С тем, что географическое расположение расположено так, что солнца у нас мало. Поэтому люди у нас очень любят солнце, витамин D и неправильно используют его тогда, когда уезжают на отдых. На втором и третьем месте рак молочный и предстательный желез. По статистике, каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина рано или поздно сталкиваются с онкологией. Поэтому так важно своевременно проходить диспансеризацию и при малейшем дискомфорте обращаться к медикам. Вот раз и мужчины, и женщины любого возраста приходят на осмотр к онкологу. Если это женщина, они проверяют обычную молочную железу и показывают кожу. Родинки, папилломы. Статистика говорит о том, что после 35-40 лет риск развития онкологии заметно возрастает. При этом рак молочной железы существенно помолодел, особенно среди девушек, принимающих оральные контрацептивы. По четвергам проводится профилактический день, проводим осмотр, соответствующие, если нужны показания, то проводим диагностику и дальнейшее наблюдение в динамике. Как известно, болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому врачи советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, больше отдыхать, поменьше нервничать и правильно питаться. Больше употреблять овощей, фруктов. Тем более, все знают, солнца мало, больше зелени надо есть, потреблять. Меньше мяса кушать. Проводить какие-то разгрузочные дни без употребления мяса хотя бы два раза в неделю. 4 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями во многих городах и странах пройдут Дни здоровья. Семинары и флешмобы, направленные на привлечение внимания к проблеме. Ведь доказано, что при обращении к врачам на ранней стадии в 95 случаев удается спасти жизнь пациенту. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.